ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЙВИЧА ПУШКИНА! Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Катя. Я сейчас читаю вашу сказку о мёртвой царевне и семи богатырях. И сейчас как раз дошла до того места, где зеркальце говорит, что царевна самая красивая на всём свете, а царица на зеркальце разозлилась. Я три раза читала и три раза слушала, чтобы всё-всё запомнить. И вот что хочу вам сказать. Отличная сказка у вас вышла. Вот, послушайте, что я запомнила. Делать нечего. Она, чёрной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей сенной девушке своей. Весь царевну в глушь лесную и, связав её живую, под сосной оставить там на съедение волкам. Прям ужастика не сказка у вас получилась. Кстати, мне ужастики не очень нравятся. Но вот эта ваша сказка ничего. Это поначалу страшно, а потом всё уже нормально стало. И совсем, кстати, не страшно. Очень хорошая сказка у вас получилась, Александр Сергеевич. Спасибо, порадовали. Да, так вот, когда я читала и слушала, не все слова поняла. Кто такая чернавка? Что за сенная девушка такая? А что значит весть царевну? И как эта зависть может быть чёрной? Объясните! Александр Сергеевич! Пожалуйста! Уважаемая Катя, объясняю. Раньше в богатых домах было много прислуги. И служанок, выполнявших грязную чёрную работу, называли чернавками. Они должны были беспрекословно делать всё, что прикажут хозяева. И в доме убрать, и печь затопить, и чай подать, и с поручением к соседям сбегать. А ещё таких девушек, служивших в господских домах, звали сенными, потому что жили они в сенях. Сени — это такой коридор между жилой частью дома и крыльцом. Здесь люди снимали одежду и оставляли обувь. А ещё в сенях хранили продукты, потому что там было прохладнее, чем в натопленной избе. Вы, Катя, ещё спрашивали, что такое чёрная зависть? Так называют очень плохое чувство, когда человека злит чужой успех. Или ему хочется получить то, что есть у другого, а у него нет. И это желание становится настолько сильным, что человек ни о чём другом и думать не может. Вот как царица из моей сказки. Поэтому она приказала своей служанке весть царевну в глушь лесную, то есть она поручила отвезти несчастную девушку в лес и под сосной оставить там на съедение волкам. Вот насколько чёрной была её зависть. Ну-ка, Катя, теперь вам всё понятно? Конечно. Теперь мне всё стало ясно. Спасибо. Объяснили. С днём рождения, Александр Сергеевич! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова